Майкрософт снова возвращается на российский рынок. Компания открыла доступ для скачивания операционной системы Windows на странице официального сайта без помощи VPN. Теперь установить можно как последнюю версию операционной системы, так и предыдущие. Возвращение, ну, такая своеобразная оттепель со стороны Майкрософта, это, конечно, хороший сигнал с учетом всех санкций, которые вводятся. Будем надеяться на дальнейшее положительные шаги. Уход Windows из доступа для российских пользователей произошел еще в марте 2022 года в связи с антироссийскими санкциями. Майкрософт объявил о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг в России. Также у пользователей возникла проблема с скачиванием утилиту помощника на установке операционных систем Media Creation Tool. А при попытке скачать операционную систему сайт американской компании выдает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». Наверное, они все-таки на такой шаг решились под каким-то давлением внешним, поскольку очень долго они боролись за то, чтобы на российском рынке лицензионно закрепиться, скажем так. Все пользуются Windows, не все ее покупают, естественно. Сейчас, мне кажется, доля лицензионных машин, купленных операционных систем, достаточно высокая была до начала всех этих событий. И Майкрософту, конечно, логичнее было стараться всеми силами держаться за рынок, не уходить и поддерживать связь. Отметим, что отсутствие возможности скачать и обновить привычную и полюбившуюся операционную систему Windows россиян не смутило. Пользователи из России посмеялись над решением компании Microsoft запретить скачивание и обновление операционных систем Windows 10 и 11 на территории Российской Федерации, ведь это не помешает скачивать пиратские версии Windows. Основное отличие, по-моему, это только отсутствие обновлений регулярных, вот этих пиратских версий, да, потому что она проверяет на частоту лицензионную. Вот, собственно, это единственный минус, потому что кибербезопасность сейчас это важно, да, и поэтому лицензионную систему лучше иметь, конечно, которая обновляется. За время отсутствия Windows на российском рынке многие пользователи не заметили потери и работали в штатном режиме. Благодаря тому, что не произошло быстрого импортозамещения, оперативная система Windows не потеряла большую долю пользователей и не ушла в минус. Ну а как будут развиваться дальнейшие взаимоотношения, узнаем в ближайшее время. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.